Привет! Давай сегодня расставим все точки над И И попытаемся разобраться, что есть трэш Трэш это такой стиль Спасибо, Кэп Это такой стиль, который изначально позиционировался как антимелодический Если он антимелодический, значит все принципы игры трэша не подчиняются какой-либо гамме В данном случае у нас будет стандартная, заебанная всеми металлистами мира гамма минор Напомню, как она звучит Так вот, принцип трэша состоит в том, чтобы при использовании базовой гаммы Мы используем нетипичные ноты Чтобы иметь эффект трэша Нетипичными нотами у нас будет являться фа Дальше Си бемоль Кстати, она в блюзовой гамме присутствует И следующее До диез Ну, в любом случае мы можем еще использовать ми бемоль И получается Во всей этой гамме ненужные ноты, так сказать То есть, чтобы превратить это все в хроматизм Так вот, показываю, как это все работает Работает это очень просто Допустим, мы играем хэви-метальный риф по гамме Просто подходящий Напомню, хэви-метал это такая мелодическая тема с джинь-джинькой Да Так вот, чтобы получить трэш Сначала разберемся, что такое хэви-метал Посмотрим стандартный риф Чтобы это превратить в трэш Нужно захерачить туда эти А тональные ноты, то есть, которые не в этой тональности То есть, если у нас в данном случае ми минор Мы вставляем туда все ноты, которые не входят в ми минор Но, акцентируем на то внимание, что это на самом деле ми минор Теперь посмотрим, что получится Так вот, это еще не все Значит, естественно это все описывается с помощью каких-то ритмических ситуаций Дальше стиль, опять же, описывается еще элитом секции То есть, барабанщиком вместе с басистом В плане гитары, это и имеется там скоростной шрих Там, голубые различные там Вот И все вот это комбинировано с мелодической частью Антимелодической в данном случае Оно все комбинируется Как придумывать риффы, вы разберетесь сами В принципе, я основной принцип показал То есть, допустим там Чего хотим доиграя Вот Далее Чем отличается тренш от дед металла Дед металл это в первую очередь опущенный строй на гитаре Ну, допустим В ре Или даже В ми бемоле или ре диез как хотите И барабанщик играет нечто другое Вместе с басистом То есть, ритм секция другая То есть, там уже присутствуют бласт биты Вот в трэше, как бы кто не спорил, в трэше бласт битов нет Они, может быть, и есть Но Они имеют уже другую функцию Так вот Классический дед металл Это добавление соплей в трэш То есть, классического ми минор Вот Такого плана Но Опять же, замечу, что Чак Шульдинер такого не вставлял Поэтому у него был трэш с опущенным встроем Так У меня уже из объектива камни в меня летят Ладно А, еще Солики трэша И солики дед металла Ничем практически не отличаются Единственное, что Пацан говорит, что он играет дед металл И пацан говорит, что он играет трэш металл Разницы практически никакой Но обычно, как говорится, добавляют сопли Что мне еще показать Допустим Ну, практически трэшовый риф Сейчас что-нибудь придумаем Так Придумать надо что-то А Вот Это классический трэшовый риф Так Над балды Естественно, это все можно сделать красивее Когда есть Какая-то определенная база Так вот К чему и вообще это все Даже если ты рокер Или там Попсу какую-то Рокопопс играешь Ты обязан уметь играть трэш Вопрос зачем А затем А затем Что трэш Это в первую очередь скрипичное мастерство Это Мега прокачка правой руки И Немножко левой То есть Правая рука у тебя будет идеально скрипична Поставлена Если ты будешь играть трэш Это очень полезный стиль Очень полезный Очень святой В принципе По этому сабжу мне Сказать Больше нечего Запомните, что Мы выбираем гамму Какую-то там Минор, фламенко, мажор И Чтобы заиметь трэш В этом плане Мы играем просто Те ноты, которые отсутствуют В той гамме Противоречит нашей мелодии Черт возьми Все, пока Субтитры сделал DimaTorzok